Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, в Масалинском районе Азербайджана в ближайшие три месяца будет основан промышленный квартал. На территории площадью в 10 километров будут созданы предприятия по производству и переработке продукции вне нефтяных отраслях промышленности и сервисные предприятия. Министерству экономики поручено создать необходимые условия наладить работу как внешней, так и внутренней инфраструктуры всего квартала. Согласно распоряжению планируется создать промышленный парк в Масалинском районе. Мы учли обращение предпринимателей, которые они направили в Министерство экономики. Более 30 предпринимателей изъявили желание осуществлять свою деятельность в новом промышленном парке. Предприниматели получают любую поддержку со стороны государства. По словам Шахина Мустафаева, обладатели инвестиционного сертификата освобождаются от уплаты земельного налога на 7 лет, а подоходный налог оплачивается в размере 50%. На тот же срок освобождены от уплаты таможенных пошлин, импортируемые в инвестиционных целях оборудование, техника и устройство. На мероприятие было выдано восьмое по счету свидетельство о регистрации резидента Сумгаидского химико-промышленного парка. Новый резидент намерен наладить в стране производство пестицидов. Общая территория завода будет 18 гектаров, но мы используем только где-то 6 или 7 гектаров для этого завода. Остальные территории мы будем использовать для последующих химических заводов, которые будут производить основные сырьевые материалы. Ранее Азербайджан импортировал пестициды из Китая, Турции и Германии. Но после сдачи завода в эксплуатацию в январе следующего года руководители компании намерены сами начать экспорт продукции в близлежащие республики. В строительстве завода компания намерена использовать опыт немецких компаний и турецкое оборудование. Примерная стоимость проекта оценивается около 20 миллионов долларов США. Но это не единственное направление, которое планируют осваивать предприниматели. Мы намерены начать производство в Азербайджане профилей для пластиковых окон. Это позволит открыть в стране новые рабочие места, уменьшить импорт из-за рубежа и налаживать поставки в другие страны. Для строительства предприятия по производству профилей для пластиковых окон будут привлечены мелкие кредиты. До 2020 года компания намерена производить до 17 тысяч тонн поливинилхлориды ежегодно. Отметим, что это было первое мероприятие, где предпринимателям были вручены инвестиционные сертификаты. Министерство экономики Азербайджана продолжает прием и рассматривает выгодные предложения. Среди приоритетов – работа в технопарках, создание производственных предприятий, проведение научно-исследовательских работ.